Усим пролитание, я Кунцевич Артём и вы на канале все у эндуро привет спортсмены когда мы сами начинали катать на эндуро для нас вот все знания были просто в информационном вакууме мы ничего не знали мы не знали где это взять и вы даже не знали как настроить себе мотоцикл на что обращать внимание при настройках какие базовые навыки как на нем правильно стоять вот это все конечно же мы собирали просто со всей планеты земля и сегодня у нас наш очередной гость который нам очень приятно представить наш друг и товарищ артём кунцевич многократный чемпион по мотокроссу республики беларусь да и наш по эндуро и многократный участник всяких чемпионатов чемпионатов мира по мотокроссу эндуро по эндуро ты же начинал с мотокросса да сколько лет отдал но на данный момент сейчас тоже 21 год я сейчас еще продолжаем мотокросс кататься то есть 21 год с момента иначе начала занятия вот как-то совмещающие это мотокросс и эндуро но сейчас соревнований по эндуро становится все больше и больше поэтому как бы мотокросс его внимания уделяю уже гораздо меньше артём но у тебя сегодня очень серьезная и ответственная миссия знаешь мы многих просим чтобы нам рассказали базовые навыки потому что ребята которые нас смотрят в основном это новички эти люди которые только начинают катать а даже те кто катает много смотря наши наш канал все в эндуро немножечко даже перестраивать свою частенькой и жизнь поэтому твоя задача сегодня перестроить жизнь тысячи людей рассказав им как правильно ездить на мотоцикле какие правильные настройки как правильно выставлять ручки ножки как ты себя должен чувствовать на нем и конечно же показать там несколько базовых упражнений которые помогут нашим ребятам стать хотя бы чуть-чуть артема кунцевича ну а помогать нам в этом будет данила черняев и артем кунцевич в общем вот эти ребята нам сейчас покажут как правильно нужно ездить на мотоцикле поделиться своими секретами научат нас ну и вас не убили бы только а у меня для вас есть очень важное заявление для тех кто хочет путешествовать красиво отдыхать и всячески проникнуться атмосферой все в эндуро мы 3 июня отправляемся в грузию у нас осталось буквально несколько мест это софт эндуро тур по самым диким и не туристическим места в грузии такого тура больше не будет один раз мы его сделаем и вероятно больше повторять не будем потому что нам нужно отправляться дальше в киргизию на перевал дятлова в общем если ты хочешь успеть и провести свой отпуск шестидневный в реально крутой атмосфере по путешествует по грузии вместе с нами на софт эндуро мотоциклах хаска 701 и crf 250l то мы ждем тебя и два последних места отдаем в дисконт мотоцикл профессионала он всегда отличается от любителя это вот сразу можно даже человека определить любитель он либо профессионал давай начнем с органов управления которые находятся у нас на руле значит здесь есть такая вещь как сцепление вот она у любителей всегда очень неправильно отрегулирована значит первый момент в сцеплении должен быть всегда свободный ход иначе вот многие любители сжигают сцепление диски чуть поднашивается здесь шток упирается в ручку и собственно сцепление уже не зажимается до конца диск начинает стираться поэтому всегда 35 миллиметров мы смотрим чтобы это свободный ход был вот он легко вот посмотрел он легко чуть покажи ребятам вот он легко чувствуется это свободный ход он должен всегда у вас в ручке присутствовать если у вас сразу начинается нажатие троса либо гидравлики значит вы отрегулировали правильно вас будет гореть сцепление следующий момент расположение собственно самого рычага по сути рычаг и назван рычагом для того чтобы исполнять роль чтобы было удобно или легко надавливать поэтому я всегда отношу сцепление максимальных центр руля чтобы использовать максимально плечо рычага по максимуму то есть вот если я ложу пальцы то я за край рычага нажимаю сцепление это делать удобно и комфортно вот и не ставлю никогда рули с переменным сечением когда вот здесь есть и упор поэтому невозможно будет вот так сложно выжимать сцепление так легко выжимать ну и лайфхак я наматываю себе на периодически обновляю на рычаги пластырь для того чтобы не скользил рычаг алюминиевый скользкий и момент такой что мы когда надавливаем сцепление она вот четко зафиксирован то есть мы едем с какой-то горки нам не так тяжело держаться за рулю многих забиваются руки мы надавили сцепление сцепление четко зафиксировано мы держим как будто руль но при этом нажата еще и сцепление вот так вот да у тебя ты ты жмешь сцепление пальцами и всем кого учишь рекомендуешь делать я и одним нажимаю как где удобно то есть попеременно то есть это не должно быть там два либо один это можно менять значит а сцеплением мы определились тормоз тоже самое мы смотрим свободный ход и опять же расположение сюда в центр руля чтобы тормоз был максимально эффективный то есть у вас шарик который на конце рычага находится он у вас заканчивается за вторым пальцем сразу а следующий момент расположение рычагов от многие задают вопрос как все-таки расположить рычаги там в интернете есть тоже целая куча как надо ставить руки положить на руль так далее вопрос чем эндуро расположение рычагов и мотокросс это всегда отличие в мотокроссе ты едешь какой-то средний всегда положение тела у тебя в эндуро приходится и смещаться где-то на заднее крыло и максимально на руль где-то залазить поэтому то есть мы тормозим передним тормозом в основном задние оттяжки максимально задние оттяжки значит рука как не идет так и пальцы не должны не уходить никуда вниз никуда вот так то есть он чуть чуть выше поднят сцепление мы пользуемся больше в центральной части когда находимся значит сцепление можно вот руки у нас находятся квадратом и мы уложим на рычаги опять же прямая рука и вот мы касаемся ну пальцы лежат параллельно плечевое сцепление ну то есть теория которая обычно вот у всех новичков это пустите вниз вот это все конечно же нет не работает потому что когда будем находиться куда-то на какой-то горку не будет возможности перехватиться и так нельзя делать он же мы выламываем сразу кисти поэтому это все должно быть ну вот вот этот по ты делаешь чуть выше это чуть ниже выше чуть ниже дальше расположение собственно самого руля до спрашивают взад вперед как кому удобно да там руки длинные руки короткие начинается целая куча вопрос давай так сделать с маленького с проставок очень многие новички любят эту историю поставить проставки чтобы руль был как у харли дэвидсон это огромная ошибка потому что получая какой-то минимальный комфорт при езде просто по ровной дороге в позе эндуриста смотря там я не знаю там любую с ромашками какими-то да но вопрос в том что когда вам нужно заехать какое-то препятствие поднять где-то перед мы не можем никакого рывка совершить с высоким рулем то есть я сейчас даже заказал еще руль себе более прямой еще более низкий чтобы его было легко откуда-то выдергивать легко поднять на бревно какое-то поставить поэтому высокие рули как бы я бы не рекомендовал положение вперед либо взад то есть смотрим опять же на где мы катаемся если мы катаемся грубо говоря просто по полевым дорогам это может быть и переднее расположение руля если мы все-таки ездим какие-то горы и нам нужно много делать переставок значит мы должны рычаг отнести максимально взад чтобы мотоцикл легко поднимать было название колесо и делать переставки так далее вот опять же это не сильно зависит от длины рук так далее то есть я всегда привык пренебрегать тем что у кого-то говорит рост маленький вес там большой так далее это все мы отметали есть какие-то условности когда что-то легко делать когда что-то тяжело делать поэтому на чемпионатах мира я много раз замечал когда у высоких гонщиков наоборот рули стояли ниже чему низкорослых задний тормоз значит задний тормоз стоит буквально на миллиметров пять выше если мы сюда положим какое-то просто скажем ручку молотка линейку то находится на 5 миллиметров выше вот этой вот плоскости опять же внимательно следим за тем чтобы был свободный ход не поджимаем поршеньки чтобы не снашивались колодки не было заклиниваний не выношу далеко вот эту вот лапку концевик потому что его во-первых очень легко задеть а вторых у вас должна работа ногой быть мы едем в обычной жизни я стою на центральной части мотобота если мне не надо тормозить я просто вот так вот ногу держу если надо буквально чуть-чуть перенос моментальный происходит и происходит торможение если у вас будет широкая эта лапка стоит вы будете практически всегда давить на тормоз и так первое упражнение для новичков повторять будет данил чернеев поэтому показываем для новичков у нас первое упражнение будет после как мы научились хотя бы просто как-то каким-то образом ездить на мотоцикле я бы начал развивать именно правильную стойку стойка значит как легко поймать нужную стойку вы должны себя на мысли ловить в любой момент времени что вы отпускаете руль и вы продолжаете ехать то есть мы зажимаем коленями мотоцикл и при этом мы можем делать восьмерку либо змейку так далее дальше мы левую руку ложим за спину это нас нас вообще поставить точку по правильной стойке на мотоцикле и вот в этой вот стойке с одной рукой мы катаем какие-то фигуры либо змейки либо восьмерки это очень интересно покажите парня пока ребята будут показывать как правильно ездить меня бы хотелось бы сказать пару слов про личные ощущения от этого человека конечно очень много тренеров через нас проходит мы всех пытаемся как-то рассказать показать вам но вот особенно артем кунцевич уникален тем что мы фактически не делали с ним дублей то есть он очень четко и ясно высказывают свою вот это вот как правильно и это очень приятно ладно все больше это не сложно сделать но это вам позволит понять в каком положении тела вы должны стоять на мотоцикле потому что если мы будем противном случае висеть на руках у нас езда заканчивается буквально через несколько десяток минут а то и меньше вот поэтому здесь мы стоим четко на подножках зажимаем мотоцикл коленями на руки нагрузка минимальная и вот это вот состояние нужно сохранять то есть едем ли мы в горку значит мы делаем наклон вперед либо мы спускаемся мы заодно мы стоим на ногах и держим коленями руки должны у нас спокойно работать по рычагам и практически не напрягаться дань знал это такое упражнение слышал но честно говоря не пробовал то есть это был первый дубль и сразу ладно давай второе упражнение чем посложнее вторую сложность которые испытывают новички это то что они смотрят себе под колею под колено под колесо на колею которая у них впереди это категорически делать нельзя взгляд должен быть всегда на метров 5-7 у вас должен мозг воспринимать уже препятствия вы должны к нему спокойно подъезжать без всякого напряга так далее вот поэтому тренировать взгляд значит мы проезжаем поворот мы должны сразу уже смотри дальше то есть нужно заставить себя даже уделить несколько тренировок просто взгляду зад мы не смотрим под колесо себе абсолютно никак сейчас вот мы будем есть ту же самую восьмерку я просто буду переводить обратите внимание куда смотрит мой взгляд да поворот значит мы опять же смотрим на выход с поворота если мы выехали мы уже смотрим на следующий поворот если мы выехали напрямую мы смотрим уже на препятствия которая нужна как тренировать это значит тренироваться здесь наверное я назову всякие два варианта первый вариант это мы посвящаем несколько тренировок этому бы просто не запрещаем себе по полностью запрещаем себе смотреть под колесом и смотрим только вдаль и второй момент это ехать за кем-нибудь вот здесь как бы и растет мастерство потому что мы всегда сосредоточки уже не на колее осмотрим уже за тем кто есть впереди поэтому отпускаем человека на метров 5 10 15 вперед и вот на нем концентрируем взгляд а вот у меня кстати этот вопрос наверное больше к даниле вот знаешь есть такая проблема в особенности когда ты едешь гонку когда ты смотришь на вот человек который едет впереди себя как тебе удал удается смотреть через него сквозь потому что обычно что тот кто едет и ты за ним есть ты совершаешь его же ошибки ну тренировать как как говорится самая лучшая тренировка гонка все-таки там у тебя адреналин такой на эмоциях и потом после гонки уже когда отходишь это все у тебя в мозгу переваривается уже после гонки ты понимаешь как нужно было правильно сделать на следующую гонку уже едешь с этой мыслью как нужно правильно делать и вот так вот постепенно от гонки гонки наращивать скилл ну то есть у меня и не знаю как так получается но я куда-нибудь не посмотрю видно где можно обогнать там ну срезать чуть-чуть такой поворот где можно обогнать по срезке в пределах коридора конечно никогда не ориентируешься на человека который едет впереди наоборот кстати вот первым ехать мне не нравится потому что ты его он тебя это морально подавляет ты думаешь как бы сейчас не допустить ошибку на сейчас ошибешься уже вот конец там круга эти огонь прямо перед финишем и все ты проиграешь то есть начало гонки середина гонки спокойно стараешься держаться за вторым номером потому что как раз видишь его ошибки что и не повторяешь ошибку едешь по другой траектор ли ездить надо с более опытным райдером вообще учиться вот за вот для новичков обязательно только с опытными райдерами а свои группы никогда не делю на уровне потому что вижу даже чисто на практике когда приходят слабые и они просто как обезьянки повторяют все что делают более сильные и они доезжают до этого уровня сильного гораздо больше у них прогресс нежели более опытных вончиков а ты как считаешь я так что я как бы сам так учился потому что у меня друг мы раньше начал заниматься вот этой темой эндуро и я как бы за ним вот еще на китайцы там рейсер у меня был и вот за ним я вот так вот поднатаскался немножко на буйный поехал там уже покруче ребята за ними уже старался держаться вот и вот так вот все началось вот я так понимаю что базовых упражнений ты никаких не делал нет честно говоря вот просто я вот когда вообще не купили мотоцикл я даже не знал что это эндуро я просто сел и поехал кататься окей давайте перейдем к третьему упражнению для новичков но тут будет обратить внимание на пользование газом и тормозом и сцеплением собственно нужно максимально себя задача именно вот работой с сцеплением тормоз задним тормозом для этого что нужно будет сделать для этого мы чертим линию разгоняемся к этой линии едем например на 2 3 скорости и после этой линии мы должны сделать жесткое торможение то есть мы нажимаем сцепление блокируем оба тормоза максимально быстро ну и при этом закрываем газ естественно вот научиться нужно сначала хорошо тормозить прежде чем давать газ потом мы к этому упражнению пусть это будет 4 подключим еще газ то есть мы оттормаживаемся и тут же сразу бросаем сцепление делаем наклон вперед на руль и даем газ а вам не кажется парни что это такие кроссовые упражнения вот как раз таки в этом кроссовом упражнения как для себя сделал вывод кроется то что многие не могут заехать горку то есть у них нет начальной скорости перед горкой и все из-за этого они пытаются ехать за цепь из на зацепи они доезжают до середины и дальше у них мотоцикл становится в курву и падает ну давай показывайте упражнение давай я сначала покажу как мы тормозим а потом я следующее покажу в общем сейчас мы когда научились тормозить то есть мы здесь используем технику одновременного нажатия сцепления и двух тормозов и закрытия газа к этому всему мы должны подключить то есть мы это делали в оттяжке после этого мы должны подключить сюда ускорение то есть в отпускаем сцепление отпускаем тормоза и падаем на руль и откручиваем ручку газа это позволит нам научиться быстро резко ускоряться сначала ты делаешь торможение а потом ты делаешь резкое ускорение с переходом тела вперед все правильно это не техника мотокросса потому что в этом росте есть прохождение поворота там тоже остановка до полного запрещено здесь как раз таки более это эндуровская тема так вот в продолжении этого упражнения хочу обратить внимание многих если есть горка и нужно в нее заехать в лоб не траверса меня в лоб скажем так в силу того что я равнинный гонщик у нас нет гор у нас есть горки песчаные карьерные так далее вот там как раз эта техника у нас более всего используется значит короткого участка нужно максимально раскрутить двигатель бросить сцепление и ехать как я учу многих большую половину подъема вплоть до две трети подъема на буксующем колесе если этого не делать если мы начинаем ехать зацепа то в середине наступает такой момент либо мы останавливаемся либо если мы перекручиваем чуть мы словили зацеп мы перекуливаемся мне кажется это не совсем горка для новичков тем ну конечно не для новичков но когда-либо все равно придется ехать и новичкам и любителям и так далее всем вопрос в чем вопрос в том что это максимально горка инсценирует именно то о чем я говорю то есть вот у нас есть короткое расстояние с которого нужно максимально раскрутить маховик мотора бросить сцепление и ехать на буксующем колесе вверх если этого не делать вот это как раз для многих и превращается в страдания в соревнованиях в гонках и так далее когда не могут прилет начинают копать здесь ямы либо курить ломать крылья так далее то есть вот это давай я сейчас покажу еще даже как каким образом заезжать здесь новички чтобы было поэтому я покажу что происходит у новичка здесь это как еще надо это сделать еще закрепим к давай давай значит что делает новичок новичок просто подъезжает не бира не берет разгон и начинаю просто туда ехать на зацепе что будет если ехать туда на зацепе колесо оторвалось человек перекулился мотоцикл поломал сам поломался что будет делать если мы ляжем на руле будет давать тупо здесь просто газ опять же без этого вот короткого разгона опять же мы дотянули до какого-то момента опять либо курва либо мы закопали колесо более рыхлом грунте значит очень важно принципиально раскрутить мотор максимально откатиться сколько есть расстояние раскрутить мотор и подержать где-то чуть выше половины подъема и дальше закрыть газ чтобы нас не перекулило показывают не перекулил это да не перекулил показывать ребят спасибо большое что смотрели еще не знаю как мы отсюда будем выбираться буду повторять и вам того желаю ребята вы были на канале все в эндуро не забывайте поставить лайк передать это видео всем новичкам которые только начинают свой путь в эндуро